Заходи в Битлз Рай Здравствуйте Это Битлз Рай, это офис храма Джона Леннона Это фан-клуб Битлз в Петербурге Это свободная территория России Без дураков И это музей Битлз Видите сколько всего Вы узреете, учувствуете Урвете, запомните И когда-нибудь лет через 10 вам это Дай Бог приснится и вы скажете Да, как мне 10 лет назад повезло Вот это, ребята Офис храма Джона Леннона Это номер один функция этого помещения Этой мастерской Как мы называем здесь наши мастерские В доме художников на Пушкинской 10 И это прежде всего, безусловно Это хранилище духа Битлз Духа любви, свободы А свобода превыше всего, как мы знаем Даже если вы этого не знаете Но вы это чувствуете И никто из вас не посмеет со мной спорить Россия лишилась свободы в 17-м году И только в 64-м году Мальчики из Ливерпуля Ангелы Музыканты от Бога Принесли нам сквозь Пробрались к нам сквозь железный занавес В Савок И дали нам свободу Вот почему я здесь И вот я почему с вами разговариваю И вот почему я слушаю эту музыку Это музыка свободы Я обожаю свободу Свобода Это для меня Это пир Это безумие Это В общем, если бы Если бы были какие-то возможности Я бы, конечно, усугубил бы это Со страшной силой Например, застрелился бы Или упал бы там куда-нибудь С Эйфелевой башней Не знаю Ну вот я сижу в офисе храма Джона Ленна Строю храм Вот наш супер храм Сверхидея Вот сегодня только два письма получил От наших русских Московских Комитет Министерства по культуре Кремль Все отвечают И все на нуля Все говорят, что на ваш храм У нас денег нет Ну, неизвительно, конечно, как я А так неприятно Неприятно Двадцать пять лет Я занимаюсь этим проектом Двадцать пять лет Так же, как сейчас Я каждый день Почти каждый день Конечно Ничего не бывает Абсолютного Как говорят Нет идеальных людей Да, нет идеальных людей Но битлы Они наиболее близкие Всего человечества К этому Поэтому я их люблю И есть еще идеальная музыка Это музыка Это музыка божественная Она чистая Она английская Она не запятнанная Она вне политики Она вне войны Она вне дураков Это гениальная музыка Поэтому у меня еще есть силы ее слушать Я ее слушаю с 64-го года Когда я был школьником Я проник в эфир Мальчишка из соседнего дома Я жил на окраине Петербурга На Ржавке Притащил мне транзистор В то время были транзисторы 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 Все слушали музыку Все слушали Весь мир Потому что Началась перестройка По всему миру Комуняки начали разрушаться Постепенно И поэтому Стало все больше и больше По капельке все больше По сантиметрику Все больше и больше свободы И мы это мальчишки чувствовали Я слушал по BBC Питтл Вот Пол Маккартни Поет Элеонор Ритби Один из своих шедевров Который написан В 1966 году И эта музыка по-прежнему Свежа, прекрасна Добра и божественна Такой музыки у Питтл Море Биттлы написали вчетвером За 8 лет Что они были 221 песню И все они стоят В моих коробочках Ремастированные Ремикшированные Переочищенные И так далее И так далее Сейчас звучит Лучшая пластинка Биттлз в мире Которую сделал Пятый Биттл Их продюсер Джордж Мартин Она называется Love Просто одно слово Love На обложке Представляете Вот какую музыку Мы сейчас слушаем Просто ребята Врубайтесь Даю вам шанс Круче этого места Нигде ничего В Петербурге нет Все эти Эрмитажи И русские музеи Они меркнут Перед Биттлами Они валяются В ногах У Биттлз Так же как был Притечий Когда-то Иоанн Креститель И пришел Потом Иисус Христос То же самое Сейчас происходит Поэтому я говорю Что надо строить храм Меня все поддерживают Храм Биттлз Должен быть В Петербурге У меня все поддерживают Два дурака Только И то это Оказался официант Официанты Все дураки И мент По-моему Да Мент Переодетый Они были против храма Но я потом узнал Что это Обреченные люди Это бесы Которые Ходят на одной ноге И на одном кустоле Они уже Они уже в аду Они никогда Не постигнут Того Что Биттлы Дали всему человечеству Биттлы объединили Весь мир Что в каждом городе Мира В любой стране мира От Бразилии До Японии От Швеции До Америки Само собой Американ центр битов Англия Центр битов И в России У нас Вы видели Мои памятники Биттлз Это сделал не я Это мои друзья сделали По моему научению Безусловно Безусловно Я попросил Везде есть сейчас Улицы Джона Ленна Потому что Это великий человек Который создал Гимн любви Свободы Который объединял Весь мир И дал нам Love Peace Анфрида Вот так, ребятки Честно вам дам Наши листовки на память На которых написано Великая акция Свободы в России Вот сейчас Джон Ленн будет петь Рекомендую вам Минутку Если у вас есть время Послушать этот Великий голос Человека Который потряс Мирную мою жизнь Так, блин, ребята Обращение к миру Это наша листовка Наш флайер Его получают все гости В нашего офиса Уже 25 лет Вот еще другие листовки Вот все Все для русского народа Вот мои книги Я написал Три книги Не пробежат На самом деле Я написал уже 100 книг Но у меня нет денег Издать К сожалению Бог не посылает мне денег Я издал пока Только две книги Вот они лежат перед вами Очень рекомендую вам Их иметь Так, кому не хватило Берите, ребята Любые листовки на столе Если хотите Вот наш храм Вот моя любимая модель храма Вот таким он мне приснился 26 лет назад Я целый год делал эту модель Это керамика Я заядлый керамист Вот памятник Биглом Который я тоже сделал Хочу перед храмом Поставить его За примерно 200 метров До храма Будет стоять Вот этот памятник Биглом На дороге к храму Вот храм Канделябр Биг Великий большой храм Канделябр Все, все Вся керамика на столе моя Я керамин заядлый Вот так, ребята Вот большая модель Сделанная моими друзьями Архитекторами Вот наш герб Гимнол Нидизлав Главная песня храма Он Нидизлав И так, главное Это любовь Все, что нам нужно Это любовь А музыка Битус Есть любовь Я не имею в виду Любовь, мальчик, девочка Я имею в виду Музыку Битус Битус дали нам зло И мы поверили Мое поколение поверило У меня тысячи друзей И все восхищаются Мною и моей деятельностью Я сам собой восхищаюсь Я обожаю все, что я делаю Мои книги Мой храм Битус Джона Леннона На его блуру и дэти Все, что я сделал здесь В этом офисе Я обожаю Я просто Я маньяк всего этого Когда я один Я могу плакать Я могу рыдать Я могу срывать с себя одежды Я могу орать Подпевать Битлан Стоять на голове И все это я делаю с любовью И все из любви Есть последнее Что я вам хочу сказать Есть предсказание Что в 20-м году Храм будет Вот в этих письмах Нет об этом предсказании Ни слова Два письма я сегодня получил Как я вам лучше Извольник положить Но есть предсказание Что в 20-м году Храм Битлова И Джона Леннона Будет в Санкт-Петербурге В Устье-Смоленке На берегу залива Рядом с метро Приморской Два года осталось В 20-м году В 17-м, в 19-м В 19-м году Будем решать Они должны решиться Эти люди все в кабинетах Эти бывшие совки Которые не верят ни во что Не то, что в храм Не то, что в Бога Они в дьявола верят Но они добрались До своих стучиков До своих перестальчиков И торчат на них Как мухи Ну что ж У каждого своя судьба Но надежды Меня не покидает Я думаю, что все-таки Что-то должно в России Измениться Что-то должно очиститься Наконец-то Безов насилия От красных знамен Этих дурацких совершенно От этих миллионных памятников Которые стоят В каждой дыре На каждом полустанке От Владивостока До Петербурга Стоит этот лысый Черт Палач И безбожник Вот это От этого надо Россия Собориться И тогда Россия Станет великой страной Больше, чем Америка Я не сомневаюсь Вот к этому я стремлюсь Это цель моей жизни А для этого Для начала Надо построить храм Ну и напоследок Храм мой колокол Вот так, ребята Вопросы есть? Спасибо 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 Спасибо